Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, в Российской империи было меньше наций, чем стало в итоге в Советском Союзе? Появились ли какие-то новые нации? Уже была до Российской империи польская нация, сформировалась как раз Российская империя, по сути дела, финская. И историки спорят, сформировалась нация российская. Но, конечно же, в рамках уже Советского Союза сформировались другие нации, которые сейчас существуют на постсоветском пространстве. Национальная политика советской власти – это, наверное, одна из самых сложных тем в истории советского периода. Начать нужно с того, в какой ситуации большевики застали национальный вопрос в 17-м году на развалинах Российской империи. И здесь следует прежде всего сказать, что национальный вопрос для социалистов, социал-демократов, марксистов вообще не являлся в те годы одним из главных. Для них было понятно, что социалистическая революция будет, конечно же, в конечном итоге мировой революцией, что у пролетариев, как писал Маркс, нет отечества. И всерьез подробно обсуждать национальные вопросы – это вещь далеко не такая значимая, как, собственно, вопросы, связанные в 17-м году с крестьянским вопросом, с претензиями крестьян на помещичью землю рабочим вопросом, вопросом, связанным с прекращением, наконец, опостылившей большинству населения бывшей Российской империи Первой мировой войны и так далее. Но национальный вопрос заявлял о себе, конечно же, и в Российской империи. С чем сталкиваются большевики, ну, если уже не в 17-м году, то после окончания гражданской войны? Эту ситуацию в национальном вопросе можно несколько грубо описать как войну всех против всех. В Российской империи еще в 16-м году, во время Первой мировой, произошло мощнейшее восстание в Туркестане, которое привело как минимум к десяткам, если не к сотням тысяч жертв. Это было восстание, прежде всего, казахов и киргизов против принудительной мобилизации мужчин на военные работы. В 15-м году еще рухнула черта оседлости по отношению к еврейскому населению. По приказам верховного главнокомандующего русской армии, тогдашнего великого князя Николая Николаевича, евреев, обвиненных потенциально в шпионстве в пользу Германии, депортировались при фронтовой полосе, и черта оседлости прекратила свое существование в результате этого. Неспокойно было и на Кавказе, и в Закавказье. Во время гражданской войны эта проблема многократно усилилась. Что же касается закавказских республик, это Армения, Грузия, Азербайджан, они ввели конфликты друг с другом, воевали друг с другом, они проводили репрессивную политику, особенно это касается Грузии, по отношению к иноэтничному населению, в Грузии это касалось армян, а также русскоязычного населения. На Украине также разворачивается национальное и националистическое движение. Большевики с ним сталкиваются. Сначала они пытались не обращать на него внимания, но в результате того, что они не смогли учесть пожелания, требования украинского населения, это привело к тому, что большевистское правительство теряет Украину, и когда оно вновь туда приходит после победы над Деникиным, то, исправляя предыдущие ошибки, они пытаются проводить политику более лояльную по отношению к украинскому населению с сохранением его автономии, учета культурных и даже политических требований. Гражданская война заканчивается. И вот эту проблему нужно было как-то решать. На какой международный опыт, если можно так выразиться, ориентировались большевики? А опыт был сугубо негативный. Была развалившаяся Австрийская империя, которая уже была таким ярким образцом конфликтов на национальной почве. Была развалившаяся Османская империя. И, собственно, большевики были свидетелями и участниками краха Российской империи, где тоже национальный фактор сыграл большую роль, чем они подразумевали с самого начала. И это, конечно, ставило большевиков перед проблемой. А что нужно делать, чтобы их государство, создаваемое в весьма тяжелые ситуации, экономической, политической и национальной, после Гражданской войны, чтобы это государство не постигло участь Российской империи, Австро-Венгерской империи и других колониальных империй тогдашнего мира. Большевики выступали и в ходе Гражданской войны, и изначально с тезисом о праве наций на самоопределение. В ходе Гражданской войны реализовывался этот тезис в зависимости от конкретной политической ситуации и хода боевых действий. После окончания войны на останках Российской империи возникают просоветские большевистские правительства. И в 21-22 году встает вопрос об объединениях в единое государство. Возникает вопрос, на каких основаниях. Если брать сначала центральную часть этой проблемы, то речь шла о том, на каких условиях будет формироваться новое государство в тот момент, когда мировая революция, на которую надеялись большевики, явно задерживается. И капитализм после кризиса, вызванного Первой мировой войной, приходит в себя. В 22-м году эта проблема раскалывает лидеров большевиков. Это очень известная дискуссия между Сталиным с одной стороны и Лениным с другой. Позиция Сталина заключалась в том, что государство новое должно быть унитарным, позиция Ленина, согласно которой, государство должно быть федеративным. И больной Ленин эту концепцию как раз и аргументирует, и, несмотря на свою болезнь, заставляет партию ее принять. Принимается в итоге решение о создании федеративного государства, при котором республики будут иметь право на отделение. При этом Ленин в процессе этой дискуссии очень жестко высказывается против великорусского шовинизма. И связано это отнюдь не с какой-то идеологической концепцией, а связано это с тем, что по мысли Ленина и его сторонников, проведение политики неучета интересов многочисленных национальностей бывшей Российской империи, которые получили в руки оружие, получили боевой опыт, и которые впитали в себя всю эту конфликтность времен Первой мировой и Гражданской, это просто невозможно, это приведет к развалу государства. Это нужно как-то учитывать. И идея федеративного государства должна это сделать. Республики должны получить и культурную автономию, и политическую автономию в составе единого государства, зафиксированном в Конституции правом на отделение. При этом в Конституции Советского Союза, которая будет принята в 1924 году, в представительство в Верховном Совете имели не только изначально четыре национальные республики, но и автономные республики и автономные края. Но вот здесь возникает вопрос, а по какому принципу создавать вот эти самые автономные объединения, когда вот эти конфликты тлеют на низовом, на местном уровне, на огромной территории? И тогда начинается политика, которая вошла в историю как политика коренизации, от слова корень, согласно которой должны быть организованы на пространстве Советского Союза, на пространстве отдельных республик, национальные объединения. Национальные объединения, национальные края, а затем даже национальные советы. Причем численность жителей села или какого-то района для создания национального совета могла быть в итоге, ну, эта цифра пересматривалась, но в итоге как раз на Украине эта цифра будет снижена всего до пяти сотен человек. Что это означает? Это означает, что в данном национальном совете дело производства, ну, там, канцелярия там сельская, да, она пользуется языком той национальности, которая в данном совете признана коренной. Это могло быть так, значит, вот здесь вот русский язык, да, вот в этом национальном совете, а в соседнем украинский, а в соседнем немецкий. Причем зачинателем этой политики, где наибольшее количество конфликтов существовало, была Украина. Почему? Во-первых, количество украинцев в составе Советского Союза в 20-е годы более 20%. Это самая многочисленная группа населения, кроме русских. Но в самой Украине существуют компактно проживающие, со своими интересами, и тоже в часто конфликтных отношениях с друг другом довольно многочисленные этнические меньшинства. Кто это? Немцы, которые во времена еще Екатерины II были завезены туда как колонисты, и, будучи по сословному положению колонистами, имели определенные привилегии. Поляки, которых тоже немало, евреи, конечно же, которые пострадали в результате гражданской войны не только от погромов со стороны петлюровцев, украинских националистов и белогвардейцев, но и от того, что при советской власти была подорвана торгово-экономическая основа существования еврейских местечек. И они этим тоже были весьма раздражены. И это подпитывало на Украине сионистские настроения, настроения, связанные с оформлением еврейского национального государства и настроения, вызывающие желание эмигрировать. И советская власть с этим пытается бороться, но не только репрессивными методами. Для того, чтобы вот эти противоречия друг другу интересы каким-то образом согласовать, и проводится политика коренизации. Причем Украина задает тон, Украина задает образец того, как должна проводиться эта политика, и там она проводится наиболее последовательно. И в итоге, по мысли организаторов этой политики, одним из ярых ее сторонников был старый большевик, член партии из 1899 года, украинец Микола Скрипник. Эта иерархия национальных объединений должна была идти от национальных республик и дальше автономные республики, автономные области, края, национальные советы, ну вот вплоть до самоопределения по национальной идентичности конкретного человека. Как проводится эта политика? Введение в данной конкретной области, регионе, крае, национальном совете, в образование того языка, который в данном случае признан коренным. Следующий довольно важный аспект – это, конечно же, печать на национальных языках. Это даже создание письменности для тех языков, тех этносов в составе советского государства, которые не имели своей письменности в предшествующую эпоху. Эта политика коренизации должна была снизить накал страстей в национальном вопросе. Это была политика проб и ошибок, вызванная тем, что вот с этой ситуацией напряжения, конфликтности, в которой страна пребывала с 2014 по 2022 год, это без перерывов, и затем эти конфликты, в том числе национальной почве, вспыхивают в разных частях страны и в течение 20-х годов. До середины 20-х годов в качестве отдельной национальности, чьи права тоже нужно защищать, не выступают русские. Поэтому ряд современных авторов, и здесь одного автора стоит назвать, одного из ведущих специалистов по советской национальной политике, британского, как ни странно, историка Терри Мартина, обязательно нужно упомянуть, он автор книги, которая у нас переведена под названием «Империя положительной деятельности». Если сгладить в этом смысле странность перевода, то называться книжка должна «Империя положительной дискриминации». Что такое положительная дискриминация? Речь шла о том, что если в Российской империи дискриминации подвергались не славянские и не православные народы, а также даже украинцы подвергались в большей или меньшей степени в разные периоды поздней Российской империи принудительной русификации, то теперь задача национальной политики советского государства заключается в подтягивании до уровня передовых народов, прежде всего русского народа, ранее дискриминируемых. И это означало автоматически определенную дискриминацию русского или русскоязычного большинства. Что интересно, боровшийся за власть в Советском Союзе со своими противниками Сталин и в 1925 году, и в 1928, и даже в 1930 году активно выступает, в том числе публично выступает с поддержкой политики коренизации. Более того, он спорит с теми большевиками, кто акцентирует внимание на негативных аспектах этой самой политики коренизации. А в чем заключались негативные аспекты? Прежде всего, в том, что национальные конфликты в результате коренизации с одной стороны сглаживались, а с другой стороны и провоцировались. Ну, например, каждая автономная республика или автономный край, которые возникают в составе РСФСР, или на Украине, или сама Украина и Белоруссия, начинают претендовать на соседние области, которые компактно населены представителями той же этнической группы. Причем эти претензии могли быть как более обоснованы с точки зрения большинства населения, например, белорусского населения в Витебской и Гомельской губерниях, которые принадлежали РСФСР. Большая их часть будет присоединена как раз к Белоруссии, что резко увеличивает численность белорусского населения, потому что напомню, что западная часть этой республики принадлежала Польше. Но, например, Украина и украинские большевики, возглавлявшие Украину, претендуют, например, на Кубань, на казачьи регионы, на часть Воронежской губернии, Воронежской области, против чего, разумеется, выступает руководство РСФСР и ряд большевиков из Москвы. И эти дискуссии ведутся достаточно остро. Конфликты возникают и на совсем локальном уровне, потому что на той же Украине значительная часть русскоязычного населения не хочет в обязательном порядке учить украинский язык. Это вызывает конфликты. Часть людей, которые недовольны тем, что они оказались в состоянии этнического меньшинства, начинают мигрировать из тех районов, где они проживают и являются этническим меньшинством, туда, где они могут стать этническим большинством или где они таковым являются в данном конкретном районе, области, крае, и, соответственно, могут там получить какие-то привилегии. И Москва, как центр, в эти проблемы пытается вмешиваться и принимает решения в основном по принципу стимул-реакции. Пока, наконец, с 1925 по 1927 год не поднимается эта дискуссия на общесоюзном уровне, и инициатором этой дискуссии становятся два тоже старых большевика. Один это Юрий Ларин, который критиковал как раз политику украинизации, и Авель Янукидзе. Кстати, один из ближайших соратников Сталина в этот момент. Ему очень резко возражает как раз Микола Скрипник, и в этой борьбе центральное руководство, политбюро ЦК ВКПБ, предпочитает занять компромиссную позицию, сдерживая некоторые, как тогда уже говорили, перегибы в этой политике коренизации с одной стороны, а с другой стороны, начиная ставить вопрос о том, что и русскоязычное население тоже может являться в национальных республиках и областях этническим меньшинством, и тоже должны иметь свои возможности для организации национальных советов, изучения языка, беспринудительной украинизации и так далее. Эти дискуссии идут подчас в весьма жесткой форме, перегибы в рамках этих дискуссий в конкретной политике вызывают одергивание со стороны Москвы, пока, наконец, не происходит резкий перелом. И резкий перелом это происходит в конце первой пятилетки. То есть не тогда, когда Сталин становится победителем в внутрипартийной борьбе, а в 1932-1933 годах. И это связано с конкретным делом, и опять с Украиной, с делой Миколу Скрипника. Миколу Скрипника осуждают за национал-коммунизм, этот термин, который становится обвиняющим в это время, и как обоснованные претензии по отношению к политике украинизации, так и политические фальсифицированные претензии приводят в итоге к тому, что политика украинизации прекращается, не единомоментно, а сам Микола Скрипник после кампании, которая уже напоминала травлю, кончается собой. Кстати, он не был при этом посмертно осужден, он был признан заблуждающимся, но одновременно требующим уважения старым большевиком. Но те кадры, которые выдвинулись тогда на Украине, затем подвергаются довольно жестким репрессиям. С чем это было связано? Это было связано с изменением настроя советского руководства как во внешней, так и во внутренней политике. Что касается внешней политики, то идеи, связанные с мировой революцией, окончательно не просто отложены в долгий ящик, а сталинское руководство от них отказывается и начинает воспринимать в это время, в условиях, когда в Европе поднимается фашизм, когда возникают уже тогда, еще до прихода нацистов к власти, а уж после их прихода к власти в январе 1933 года, предпосылки для новой мировой войны, советское руководство начинает воспринимать иноэтничное население, особенно диаспоры западных национальностей, поляков, немцев, особенно поляков и немцев, но и не только, живущих в приграничных районах как потенциальную опасность в случае конфликта с Польшей, Германией, Японией с ее влиянием в Корее на Дальнем Востоке и так далее. Кроме того, что вот эти диаспоры начинают восприниматься как потенциальные угрозы, советское руководство делает вывод, что политика коренизации угрожает единству и партии, и Советского Союза, и вот это формирование национальных кадров и национального самосознания в составе СССР, этнические конфликты, с одной стороны, отчасти, по крайней мере, погасило, с другой стороны, начинает формировать некоторые новые конфликты, и что единство и партии, и страны может в случае конфликта, в случае конфликта, который приближается с вот этой надвигающейся мировой войной, может оказаться под угрозой. И разворот происходит достаточно резкий. Сталин выступает с осуждением данной политики, она де-факто довольно быстро прекращается, а уже с 1935 года в Советском Союзе начинаются первые этнические депортации. Причем, кого начинают депортировать? Сначала поляков и немцев из приграничных с Польшей районов в предчувствии возможной войны, в которой советское руководство небезосновательно воспринимало Польшу и Германию как главных противников. Вместе с ними депортируют и нелояльное, и украинское, и русскоязычное население. А с приближением Большого террора в 1937-38 году в дело вводятся так называемые национальные операции репрессивные. Еще до этих национальных операций первый народ, который поголовно, не выборочно, а именно поголовно подвергся депортации из прежнего места своего проживания, это были корейцы на Дальнем Востоке. И корейцы всех, и лояльных, и нелояльных, и коммунистов в том числе, депортируют в Казахстан, правда, на тогда еще относительно, ну, насколько может быть здесь смягчающие термины, использоваться, но все-таки по сравнению с тем, что будет происходить позже, на достаточно мягких основаниях. Но вслед за этими депортациями разворачивается гораздо более репрессивная политика по отношению к финам в Ленинградской области. А затем проводится одна из самых кровавых операций Большого террора, связанная уже не с депортациями, но с репрессиями, в том числе по национальному признаку, это польская операция, по приказу 2.0.485. И в целом, если объединить численных жертв всех национальных операций, где репрессии проводились по национальному признаку, это и корейская операция, и немецкая, и польская, и харбинская, обратите внимание, что здесь в качестве национальности, в качестве репрессируемой группы обозначаются харбинцы. Это были реэмигранты с территории Китая, они были русскими, русскоязычными. Но как проживавшие долгое время на чужой территории и, возможно, теоретически, инфильтрованные, то есть пронизанные враждебным влиянием, эта группа наряду с поляками, немцами и еще рядом других национальностей подвергается репрессии. И просто в списке постановления политбюро от января 1938 года в числе вот такой репрессируемой группы обозначены. Это не значит, что всех носителей данных национальности репрессировали. Далеко не все поляки в Советском Союзе были репрессированы. Репрессировано было значительная часть, но, тем не менее, меньшинство населения. С другой стороны, наряду с теми, кто репрессировался по польской операции, как поляки, репрессировались и украинцы, и русские, и евреи. И как в силу того, что советское государство еще тогда не жестко следило за обозначением национальности в паспорте, обозначать национальность в паспорте можно было по своему желанию, и можно было даже ее потом поменять. Тем более, что и паспортизация населения, вопреки распространенным мифам, паспортизация была введена в 1932 году, не охватывала большую часть населения Советского Союза. Так вот, контроль здесь был достаточно слабым. И именно потому, что он был достаточно слабым, репрессивность системы увеличивалась. С точки зрения идеологии советская система в это время переходит от политики коренизации и политики, как ее называет Терри Мартин, положительной дискриминации, к политике, которую довольно точно еще один известный историк Давид Бранденбергер называет сталинским руссоцентризмом. Это не значит, что русский национализм стал идеологической основой сталинской системы. Нет. Это был именно руссоцентризм, когда начинает пропагандироваться практически сразу после отмены политики коренизации идея дружбы народов в СССР. Сам Сталин ее так и формулировал, дружба народов. И в ходе этой политики теперь провозглашается, что были допущены национальные перегибы, что национальное было поставлено вперед классовому, а в классовой политике советской власти первую скрипку играет русский пролетариат, русский народ, первый среди равных. Вот эта модель руссоцентризма, она укоренилась в сталинский период, и она укореняется еще до начала Второй мировой войны, а во время Второй мировой войны, во время уже Великой Отечественной войны, она, конечно же, усиливается. В условиях начинающейся холодной войны с Западом националистическая составляющая начинает использоваться Сталином в большей степени. Это касается идеологических кампаний борьбы с космополитизмом, касается провозглашения приоритета России в тех или иных научных или культурных достижениях, а те, кто так или их оспаривает, обвиняют в низкопоклонстве перед Западом. И сюда же добавляется политика антисемитизма. И особенно в ситуации, когда Израиль, вопреки надеждам Сталина и его окружения, стал не проводником советской политики, а Советский Союз был первой страной, которую признало государство Израиль, а наоборот стал противником Советского Союза и проводником влияния противников СССР в холодной войне, прежде всего Великобритании и США, в этой ситуации еврейское население Советского Союза тоже оказалось в числе потенциально нелояльных и таким образом подвергся дискриминации. Хотя сразу стоит сказать, что слухи, которые до сих пор существуют и в массовом сознании, и в публицистике о том, что якобы Сталин накануне своей смерти готовил чуть ли не репрессии по национальному признаку и массовую депортацию или тотальную депортацию евреев на Дальний Восток, это мифология чистой воды, которая не подтверждается ровным счетом ничем. Что здесь важно подчеркнуть? Политика коренизации была ликвидирована. Ее сменила политика вот этого русоцентризма. Но это не означает, что в Советском Союзе началась принудительная русификация. Нет. Сохранилось образование на национальных языках. В ряде республик оно в обязательном порядке существовало с 1 по 4 класс. В других республиках оно продолжалось до 10 класса. Однако существует и пресса на национальных языках, и книгоиздания на национальных языках. И эта идеология дружбы народов продолжается, сохраняется и поддерживается. При этом для развития потенциально русского национализма сохраняются жесткие ограничивающие факторы. Например, у РСФСР нет своей компартии. То есть компартии есть на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Туркмении и так далее. А в РСФСР своей партии нет. Но степень автономии РСФСР внутри Советского Союза ограничена. Почему? Потому что именно русские, по мысли тогдашнего советского руководства, и именно РСФСР является ядром СССР, вокруг которой сплачиваются все остальные. То есть это не было проявлением специальной дискриминации русских. Как это тоже иногда в публицистике подразумевается. Это было признанием и поддержкой такой государства, образующей роли русских. Часто можно услышать утверждение, что Советский Союз в Сталинскую эпоху, уже после середины 30-х годов, особенно после войны, в послесталинскую эпоху был унитарным государством. Эта точка зрения не выдерживает критики. Степень самоуправления в республиках была достаточно ощутима. И уже в послесталинскую период в Советском Союзе создается такая система сдержек и противовесов, когда центральное руководство сквозь пальцы смотрит на определенные заигрывания местных партийных элит, в числе которых есть не только национальные кадры, но и русские, с этническим национализмом, с этноцентризмом, если более точный термин использовать, в этих самых республиках. Национальные кадры в республиках используют этно-национализм, используют дискуссии по этническому вопросу, по болезненным темам. В Грузии это вопрос, связанный с Абхазией, в Армении, в Азербайджане это вопрос, связанный с Нагорным Карабахом, для того, чтобы получить большую поддержку и больший вес в глазах московского руководства. А это не то чтобы поощряется, но на это московское руководство обращает мало внимания. Московское руководство считает, что пока эта проблема не дошла до конфликтов вооруженных, вмешиваться смысла не имеет. И вот эта негласная система сдержек и противовесов приводит к тому, что в Советском Союзе вызревают зерна настоящего национализма, который станет затем одним из рычагов для развала СССР. Подводя итог, когда мы говорим о советской национальной политике и особенно акцентируем свое внимание на 20-х годах, следует еще раз обратить внимание, что советская национальная политика в это время была вызвана чудовищной конфликтностью тогдашнего общества, которое до этого почти десятилетия, а в ряде регионов и целое десятилетие, находило состояние непрекращающегося конфликта, непрекращающейся войны. И, по крайней мере, отчасти, с моей точки зрения, эта политика со всеми ее перегибами, с проблемами, с недоучетом перспектив внесла свой вклад в снижение этой конфликтности, но породила другую. А вот дальше выработать достаточно последовательную политику не удалось. Дело в том, что в Советском Союзе, особенно после Великой Отечественной войны, и особенно на основе общего опыта Великой Отечественной войны, формировалась советская нация. В период поздней перестройки, в 90-е годы утверждалось, что советская нация – это выдумка советских идеологов. На самом деле, национальное самосознание, именно советское, действительно формировалось. Это определяется и социологией, и целым рядом других источников. Советская национальная политика дает очень важный урок. Это урок того, что в решении вопросов, связанных с этничностью, с национальностью, следует быть крайне осторожным. И даже если политика вырабатывается путем проб и ошибок, здесь невозможно и не нужно рубить с плеча, потому что последствия могут быть достаточно серьезными. И, с другой стороны, ни в коем случае нельзя закрывать глаза, засовывать голову в песок, как это делала позднесоветская номенклатура, когда национальные проблемы в области клановости, в области роста этнонационализма в ряде советских республик уже себя обозначили. И то, что постсоветское пространство во многом унаследовало те проблемы, те конфликты, которые обострялись или просто возникли в период позднего СССР, очень ярко иллюстрирует справедливость этого тезиса. Продолжение следует...